Всем привет, друзья, с вами я, Эд Скрайбер. Совсем недавно все гаджеты с экраном крупнее 3,5 дюйма считались медиаплеерами, карманами, видеомагнитофонами и так далее. Но сегодня почти все смартфоны с экраном диагональю менее 5 дюймов считаются просто хламом и металлоломом. И есть любители, которые хотят именно маленькие смартфоны. Поэтому я подобрал для вас топ-9 небольших или же компактных смартфонов 2019 года. Итак, есть такие счастливые исключения из правила, давайте приступим к топу. Итак, 9 место Samsung A3. Вначале прорежемся по характеристикам. Экран здесь 4,7 дюймов, HD качество, 312 ppi и отметим, что это AMOLED-экран. Камень здесь Exynos 7870, версия начинается от 2,16. В Antutu выбивает вся эта комбинация около 45 тысяч бенчмарок. Видеокамера здесь на 13 мегапикселя, апертура f1.9, Sony IMX 258. И батарейка на 2350 мАч. Красивый в то же время водостойкий корпус, защита от войды. Это очень круто для такой ценовой категории. В принципе, неплохой проворный процессор, лучше многих MTK на данный момент Exynos. 2 гигабайта оперативной памяти может быть и не так много. Но в целом здесь есть определенные плюшки и преимущества. Здесь есть NFC за эту цену, Samsung Pay отлично работает, качественный AMOLED-дисплей. Камеры среднего качества, но в принципе тоже пойдут. И знаете, друзья, это тот случай, когда за Samsung не стыдно. Samsung A3 2017 года является действительно небольшим, хорошим, компактным телефоном, который будет отвечать требованиям очень многих покупателей. Если вы, конечно же, не игроман и вам не нужна топовая железа, то Samsung A3 это как раз то, что вам нужно. Заслуженное 9 место. На 8 месте Xiaomi Mi 5S. Диагональ дисплея 5,15 дюймов, Full HD разрешение 428 ppi. Процессор 821 Snapdragon, когда-то флагманский, но он и сейчас таким остается, но уже устаревшим. Версия начинается от 3.64 и выше. В Antutu он набирает приблизительно 148 тысяч BM чумарок. Камера отличная. Sony IMX 378, 12 мегапикселей, f2.0. Ну и батареи на 3200 мАч. Характеризовать Mi 5S можно так, что это Google Pixel первого поколения. По сути здесь тот же самый процессор, те же самые камеры. Ну и в принципе он очень хорошо адаптирован для нашего рынка. Когда-то он считался каким-то большим смартфоном, большим флагманом, но на данный момент это действительно очень небольшой телефончик, очень удобный, компактный. Сзади у нас металлическая крышка, очень приятная на ощупь. USB Type-C, NFC. Все прелести флагманской жизни есть в этом телефоне, но если вы будете покупать на Алиэкспрессе, помните, что сейчас уже 2018-2019 подходит. Соответственно, вы можете нарваться на восстановленную версию и здесь надо быть очень и очень аккуратным. На данный момент 821 Snapdragon уже устарел, но в целом, в целом телефончик очень даже ничего. И так заслуженное восьмое место Mi 5S. Седьмое место Google Pixel 2. По характеристикам здесь небольшой экран, 5 дюймов, Full HD разрешение, 443 ppi, процессор мощнейший, 835 Snapdragon, по сути прошлогодний флагман. Версия начинается от 4.64, вся эта комбинация в Antutu выбивает приблизительно 200 тысяч BM-чумара. Камера на 12 мегапикселей, f1.8, Sony IMX362, батарея на 2700 мАч. Великолепный показатель для малыша. Одно из фишек этого телефона, это два стереодинамика, которые неплохо звучат, и они спереди. Цена этого телефона, конечно же, пугает, но есть и определенные плюшки и фишки для этого телефона. Владельцы Google Pixel 2 по-прежнему получают неограниченное пространство в облачном хранилище Google Drive для синхронизации фото и видео со смартфона. Отметим, что каким-то изысканным дизайном Google Pixel 2 не отличается. Это простой, стандартный такой телефон. В принципе, с задней стороны он узнаваемый, и это уже фишка Google Pixel. Но отметим, что у Google Pixel всегда отличная камера, которая снимает и при хорошем, и при не очень хорошем освещении достаточно хорошо. Это, по сути, конкурент компании Apple, потому что Google Pixel создает сам телефон, и он делает оболочку для него, ну и, по сути, саму операционную систему, потому что здесь стоит настоящий, голый, чистый Android. Это очень хорошая версия для тех, кто хочет взять себе небольшой флагман от большой компании Google Pixel 2. ЗАСЛУЖЕННОЕ СЕДЬМОЕ МЕСТО Следующее, шестое место. Sony Xperia XZ1 Compact. По характеристикам здесь экран 4,6 дюйма, HD разрешение, 319 ppi, телефон на 835 Snapdragon. Вся эта комбинация в Antutu убивает приблизительно 200 тысяч бэмчмарок. Камера здесь великолепная, 19,2 мегапикселя, f2.0 апература или же светосила, батарея на 2700 мАч. Sony это еще один крупный производитель, который пока не отказался от выпуска небольших смартфонов. Данную модель по соотношению цены и качества вообще можно назвать одним из самых лучших предложений сейчас на рынке. Гаджет получил узнаваемый футуристичный дизайн, образцовую сборку и все такое. Торцы здесь полностью ровные, друзья. Поэтому телефон при желании можно просто поставить вертикально. Представляете, вот эта фишечка от компании Sony. Задняя панель выполнена, увы, не из металла или не из стекла, а это пластик. Конечно же, это не портит общее впечатление, потому что дизайн интересный, такой необычный для вообще в принципе телефонов. Компания Sony идет по собственному развитию линейки дизайна. Заслуженное шестое место Sony Xperia XZ1 Compact. Следующий представитель, пятое место Mi 6. Опять у нас китаец от компании Xiaomi. Диагональ дисплея 5,15 дюймов. Full HD разрешение 428 ppi, 835 снапдрэгон здесь. Итак, вы видите, что в этом обзоре я делаю вам почти что топчик, друзья. В основном топовые процессоры, топовые телефоны, но очень небольшие. Версия начинается от 4.64, в Antutu выбивает он приблизительно 200 тысяч бюджемарок. Великолепная камера 12 мегапикселей, апертура 1.8, Sony IMX 386. Батареи на 3350 мАч. Достоинств у этого телефона, конечно же, много по дизайну. Знаете, друзья, если не брать переднюю часть, то сзади он выглядит достаточно красиво, элитно. И даже для 2019 года смотрится вполне себе ОК. Хорошая камера, мощная начинка, четкий дисплей. А из недостатков у этого телефона разве что повышенная маркость стеклянного корпуса, отсутствие привычного аудиоразъема. Ну и на данный момент его, в принципе, можно купить за небольшие деньги. Плюс-минус 300 долларов, даже меньше, если вы пойдете на какие-то определенные распродажи. Но обратите внимание, что если вы берете на Алиэкспресс, вам могут попасться тоже восстановленные версии. Здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Но в целом очень красивый зачетный телефончик на пятом месте Mi 6. Четвертое место. iPhone 8. Да, друзья, в этот топчик попали и айфоны, потому что iPhone 8 совсем небольшой телефон. Диагональ дисплея 4.7, HD+, разрешение 326 ppi. Процессор здесь мощнейший, A11 Bionic от компании Apple. Версия начинается от 2.64, в Antutu вся эта история набирает около 235 тысяч бэмчмарок. Великолепная камера на 12 Мп, апертура 1.8, ну и батарея на 1821 мАч. Не такая большая батарея, но в целом айфоны всегда хорошо адаптированы под свою прошивку, поэтому батарейка так себе более-менее держит. iPhone 8 не стал революцией, это, впрочем, от него никто не ожидал. По сути, это повторение айфона 7, немножечко есть плюшки свои, стеклянная задняя крышка, беспроводная зарядка и так далее. Если абстрагироваться от всего этого и посмотреть, в принципе, на технические данные, то начинка здесь абсолютно топовая. Очень хорошая камера с великолепной стабилизацией, то есть можно снимать без проблем себя, делать определенные видюшки. И это, конечно же, великолепная камера, которая установлена в такой небольшой, всем такой компактный небольшой смартфон. Также звук пишется очень неплохо и очень достойно на эту камеру. Ну и, конечно, есть определенные любители компании Apple, которые покупают исключительно айфоны. Конечно же, iPhone 8 является достойным представителем в этом топе на четвертом месте. Кто же у нас далее? Давайте посмотрим. На третьем месте компактных телефонов Google Pixel 3. Здесь экран 5,5 дюймов, Full HD+, разрешение 439 ppi. Топовый процессор на данный момент от компании Qualcomm 845 Dragon. Версия начинается от 4,64. В AnTuTu убивает вся эта история. 275 тысяч бэмпчмарок, около того. Великолепная камера на 12 мегапикселя, апертура 1.8, батарея 2915 мАч. Великолепные показатели у этого телефона. Google Pixel, как всегда, представляет нам великолепные камеры, свой узнаваемый дизайн, который со временем почему-то не меняется. Новинка получила узнаваемую внешность, в которой без труда угадываются модели предыдущего поколения. Аппарат выполнен из стекла в двух разных фактур. Верхняя часть задника прикрыта гладким глянцевым стеклом, а нижняя матовым и шероховатым, в которой разместился сканер отпечатков пальцев. Таким образом, производитель провел аналогии с моделями предыдущего поколения, а заодно и увеличил проводимость задней крышки. Под ней теперь располагается модуль беспроводной зарядки с поддержкой зарядных устройств до 10 Вт. Итак, Google Pixel 3, именно 3 они, 3 XL, которые с ужасной абсолютно челкой, в нашем топе на третьем месте. Здесь также стереодинамики, компактный, небольшой, очень хороший, интересный спортфон. На чистом Android от компании Google топовые процессоры, топовая начинка, отличные камеры, поэтому заслуженное третье место в нашем топе. На втором месте у нас iPhone SE. Да, конечно же, iPhone SE у нас попадает в топ на второе место, потому что здесь экран всего лишь 4 дюйма, и это действительно малышка, или же малыш совсем небольшой. Экран в HD разрешении 326 ppi, процессор здесь собственный, Apple A9, такой же стоит на 6s. Версия начинается A2.16, в Antutu убивает приблизительно 131 000 BMC марок. Здесь камеры собственного производства, 12 Мп, апертура f2.2, батарея на 1642 мАч. Не обращайте внимания, что батарейка такая маленькая, здесь небольшой экран, небольшое разрешение, в принципе, это хорошо адаптированная система, поэтому телефона хватает на день за глаза, но если вы не сильно загружаете телефон, то может хватить даже и на 2 дня. Итак, компания Apple представила линейку своих компактных смартфонов, хотя почему-то она ее не продолжила, вышел только iPhone SE, а iPhone SE 2 все ждали, но на данный момент его пока что нет. В чем фишка этого телефона? По сути, это полностью повторение iPhone 5s. Никаких отличий вы не найдете, если вы там не гики, не заморачивайтесь, что iPhone SE на 1 грамм больше. Что можно сказать? Здесь действительно топовая начинка для такого маленького телефона. Сюда шпиговали все, что только возможно. Телефон оказался очень популярным, его просто раскупали в прошлом году. И на данный момент это абсолютно один из лидеров небольших телефонов, небольших, компактных, удобных. И знаете, друзья, когда держишь эти телефоны, небольшие телефоны, ты вспоминаешь, насколько это удобно, насколько это приятно. И iPhone SE является одним из самых лучших предложений сейчас на рынке. Соотношение цена и качество. Одно из самых лучших. Друзья, и тоже на первом месте компания Sony Sony Xperia XZ2 Compact. Здесь действительно компактный, небольшой дисплей 5 дюймов, Full HD+, разрешение 483 ppi, точек на дюйм. И, конечно же, абсолютно топовый процессор, Snapdragon 845, версия начинается от 4.64, в Antutu вся эта история убивает приблизительно 270 тысяч бэмчмарок, великолепная камера. Угадайте, от какой компании? Да, от компании Sony на 19 мегапикселей, апертура f2.0 и батарея на 2870 мАч. С претензиями к прошлому XZ1 Compact были его большая толщина и рамки вокруг дисплея, а также невысокое разрешение дисплея. В XZ2 Compact существенно поработали над экраном, подняли разрешение, использовали новое соотношение сторон, уменьшили верхнюю и нижнюю рамки, а еще полностью изменили дизайн и добавили поддержку супер замедленного видео в Full HD разрешение. Да, толщина корпуса не изменилась, но благодаря покатам или же скругленным краям в руке XZ2 Compact лежит как влитой. Действительно, это очень небольшой телефон, который просто уверенно лежит в руке. И к недостаткам этого телефона можно отнести отказ от миниджека, отсутствие беспроводной зарядки, ну и камеру, которую еще сильно не допилили, хотя, я думаю, у Sony с этим проблем не должно быть. Ну и, конечно же, ценник этого телефона. Вы можете погулять, посмотреть, в принципе, я не буду говорить цену этого телефона, чтобы вас особо не пугать. Но в целом, действительно, это получился очень хороший телефон. И на данный момент только компания Sony продолжает нас радовать небольшими телефонами. Но также Google Pixel представил нам небольшой телефон. Но в целом, компания Sony как бы говорит, да, компакт мы пока создаем. Хотя XZ3 Compact на данный момент не представили. Представят или нет, посмотрим совсем скоро. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео. Пишите любой комментарий, делайте репост этого видео, жмите на колокольчик и все будет окей. Какие еще топы нужно создавать? Если у вас есть интересные идеи, обязательно пишите в комментариях. Я эти идеи рассмотрю и, возможно, мы что-то с вами сделаем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok